Сегодня мы очень много и часто говорим о грудном скармливании и его положительном действии на ребенка. И, в общем-то, у нас большое количество мам, которые с удовольствием и долго кормят грудью. Женщина, которая лактирует, она, конечно, выделяет огромное количество специальных веществ, белков, жиров и углеводов, которые переходят в ее молоко, но для хорошей лактации, прежде всего, нужно достаточное количество жидкости. И женщина, которая дает грудное молоко, естественно, очень часто испытывает жажду. Поэтому мы можем предложить ей, чтобы она пила как можно больше морсов, соков, всевозможных компотов или напитки специализированные, которые есть для беременных женщин. Они очищенные и они натуральные, с минимальным количеством консервантов. Или, как это ни парадоксально, пить просто детские соки и детские морсы, детские компоты, то есть детское питание, в котором исключены вещества, которые являются, ну, по нашим представлениям, более аллергенными, которые более натуральные. Любые газированные напитки, в частности, сладкие газированные напитки, которые сегодня имеются в широком ассортименте, будут нежелательны в период лактации, хотя, может быть, женщина и хочет в этот момент именно этого. Но здесь риск негативного влияния на ребенка и, в общем-то, негативного влияния на женщину, потому что у нее тоже изменяется, ну, общий обмен веществ, и эти напитки у нее тоже могут вызвать и боли в животе, и аллергические проявления. Вторым по частоте вопросом, который обычно задают женщины, можно ли пить кофе? Если, например, у женщины резко падает артериальное давление, если она очень утомлена, если она очень привыкла пить кофе, то, в принципе, утренний кофе вполне допустим, потому что лактация – это не болезнь, это, в принципе, естественное состояние, и не очень концентрированный кофе абсолютно никак плохо не повлияет ни на ребенка, ни на женщину. Но, конечно, использование тяжелого алкоголя, использование энергетиков, использование тонизирующих напитков, содержащих алкоголь с высоким градусом, категорически не рекомендуется во время лактации. И я подведу некий итог. Женщина должна во время лактации пить так много, как она хочет. Это может быть и литр, и более литра в день. Это должно быть до и после каждого кормления. Это может быть между кормлениями. Она может пить любые напитки, которые не будут вредны для ее ребенка. Собственно говоря, это главный и основной вывод из всего, что я хотела сегодня рассказать.